Добрый день, уважаемые граждане! С вами Елена Анатольевна Кайзер. Сегодня 5 апреля 2020 года. Продолжение к ранее выпущенному видео с наподименованием «Путин подал сигнал к действию. Операция началась. Часть 2». В настоящее время сложилась непростая политическая ситуация. На базе развиванной допланетарных масштабов пандемии коронавируса. Кто и с какой целью запустил коронавирус, я скажу чуть-чуть позже. Или поясню это в отдельном видео, чтобы не отклоняться в данном ролике от главного. Кратко о политической ситуации. Либерал-демократы пытаются сбросить Трампа с поста президента, обвиняя его в том, что Трамп и Путин объединили свои усилия против определенных сил глобального правительства. Либерал-демократы объявляют Россию врагом, агрессором и внедряют эту информацию о всех средствах СМИ по всему земному шару. Кто контролирует СМИ? Всего шесть транснациональных медийных корпораций, которые являются глобальной монополией, распространяют пропаганду и ложную информацию в своих интересах и в том числе на территории России. Это CNN, New York Times, 21st Security Fox, NBC, CBS News, NPR. На данной картинке изображены руководящий состав, к чему они принадлежат, какую миссию они несут и какая информация, естественно, появляется в средствах массовой информации и какой же насколько жесткий контроль за каждым словом, которое срывается с уст дикторов на любом телеканале. То есть все под их контролем, любое слово под их контролем. В настоящее время Россия освободила Италию от распространения коронавируса. Российские военные вирусологи уже начали свою работу по борьбе с коронавирусом в Италии. Работа предстоит серьезная. В Италии вирус особенно агрессивен и заразен, потому что рядом находится Ватикан. Военным медикам предстоит не только помочь итальянскому правительству побороть эпидемию, но и произвести уникальный опыт борьбы с коронавирусом, с собой в Россию привезти. Войска, которых никто не знал. Сто военных специалистов, девять военных транспортных самолетов и целый мобильный госпиталь. Столько снаряжения привезли в Италию российские военные. Дальше вы сами найдете, я ссылку оставлю под роликом. Посмотрите. Да, еще хочу отметить, что в России на протяжении десятилетий существует специальный рот войск, в задачи которых входит борьба с любыми видами угроз, химического, радиоактивного заражения, до биологических атак. В Италии выходят на улицы люди с российскими и советскими флагами. Коммунистическая партия Италия хочет выйти из состава Евросоюза. Поэтому будем сейчас придерживаться хронологии, и я вам кратко расскажу, что происходит на самом деле. 30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которого обсуждались пандемии коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти. В Белом доме отметили, что лидеры договорились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусом. Возникает вопрос, настолько ли серьезно положение в США, что такой богатейшей стране не потребовалась помощь России. Путин направил проплаченную 50 на 50 сторонами гуманитарную помощь США Трампу на самолете с загруженными аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами индивидуальной защиты. Половина стоимости груза медицинского оборудования проплачена Российским фондом прямых инвестиций. Вторая половина – американской стороной. Но эти детали не так важны и обсуждать их сейчас нет смысла. Объем поставленного медицинского груза и его содержимое подробно не раскрывается. На Руслане в Нью-Йорк прилетело предположительно не менее 60 тонн медицинских масок, защитных костюмов и аппаратов ИВЛ. На брифинге для прессы президент одной из самых богатых стран мира Трамп рассказал об этом так. «Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, и это достойно». Вообще-то это первый случай в новейшей истории, когда Штаты согласились принять гуманитарную помощь с нашей стороны. В настоящее время им деваться некуда. Главный очаг на пасти сейчас переместился в Америку. Что это за главный очаг и что это за главный враг, я озвучу позже. Итак, возвращаемся к политической ситуации. В свете данных событий либерал-демократам, антитрамповцам ничего не остается, как замолчать в части распространения информации о враждебно настроенной России и Путине как агрессоре. Потому что, первое, Россия и США показали всему миру, как бороться с коронавирусом. Второе. Россия сделала добрый жест воли и поставила в США, обращая внимание, вот на эту букву Q, и поставила в США дефицитное медицинское оборудование. Тем самым Путин и Трамп заткнули рот средством массовой информации по всему миру в части, касающейся России как агрессора. Как известно, СМИ подчиняются и жестко контролируются глубинным правительством. Что такое глубинное правительство и государство, разъясним чуть позже в другом ролике. После прибытия самолета Путина в США, Трамп объявляет о начале операции на территории США. По официальной версии, это борьба с пандемией коронавируса. Но коронавирус в планетарном масштабе был запущен не Трампом и не Путиным. Вот еще раз обращаю внимание на букву Q. Коронавирус в США является предлогом, ширмой или условным основанием для того, чтобы правительство Трампа смогло провести массовые аресты демонистов на территории США и их нейтрализации по всему миру. Прямые доказательства этому вы можете наблюдать в официальных новостных сводках по телевидению США. Также в интернете уже есть огромное количество информации, которую вы сможете легко найти, используя хэштеги. Педагейт и Пиццагейт заносится в гугле, вводится в поисковик, вместе с хэштегом вываливается вся информация по сути. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что вирус был запущен глубинным правительством. Трамп и Путин решили обратить сложившуюся ситуацию в пользу и направить свои силы на зачистку глубинщиков и демонистов. В Нью-Йорке нет смертей от коронавируса. Причины смерти от пневмонии и бронхита лишь списываются на коронавирус. Военные корабли с Красным Крестом, оборудованные палаты медицинской помощи, размещение палаты в главном парке Нью-Йорка – все направлено на оказание медицинской и психологической помощи детям, а также военным и пострадавшим в ходе спасательных операций против деятельности преступной торговли, human trafficking, а не на спасение людей от коронавируса, как сообщают СМИ. Приборы, оборудование вентиляции легких, поставленные Россией на территорию США, необходимы для лечения отравлений угарным газом и продуктами горения, так как большинство операций будет происходить в закрытых подземных туннелях и бункерах США. Подземные города и бункеры в скалах США, фактически вся США, все США, испещрено именно подземными коммуникациями, различными дорогами и целой инфраструктурой подземной. Что происходит в Америке? Трамп объявляет ближайший месяц как месяц здоровья детей. Далее, в тот же день он объявляет этот месяц, месяцем борьбы с сексуальным насилием над детьми. И тут же объявляет, что сейчас месяц борьбы за счастье детей. То есть все заявления Трампа в один день. Трамп далее очень осторожно преподносит информацию о том, что у нас невидимый враг. Так, на следующей неделе всем станет очень больно. И эта боль будет душевной от тех фактов, которые будут опубликованы. Нам нужно это пережить. То есть Трамп намекает на какие-то чудовищные вещи, о которых будет известно в ближайшее время. Весь мир узнает и содрогнется от ужаса происходящего. Мы знаем, о чем он говорит. Но Трамп об этом в открытую не решается сказать народу. Скорее всего, данная информация будет поступать через параллельные ресурсы, через новости на официальных телевизионных государственных каналах или иным способом. Кстати, уже вчера, 4 апреля, на государственном канале США граждан постепенно начали психологически готовить к данной информации. На официальном телевизионном канале США KGUN9, если я правильно называю, запущена серия информационных репортажей с наименованием Child Sex Trafficking, то есть детский сексуальный трафик. Здесь ведется репортаж о подземных бункерах, где содержались дети. Часть детей уже поднята на поверхность. Показан пластиковый контейнер. Вот он беленький. Вот белый контейнер. С отверстием, размером достаточным для того, чтобы через него пролез ребенок. Показаны детские автокресла, игрушки, одежда, еда. Я не могу комментировать данное видео сейчас подробно, так как моя душа плачет от такой информации. Я дам ссылку под своим видео на данное видео. Вы сами настроите перевод с септитрами на русский язык и посмотрите. Это первая информационная ласточка. Далее будет серия репортажей на данную тему. В ближайшее время мы узнаем и поймем, что данное оборудование самолета Владимира Путина было прислано в помощь России. На самом деле предназначается для подземной операции, которая ведется Штатами с осени прошлого года, о чем свидетельствуют подземные взрывы, зафиксированные американской сейсмической системой наблюдения. Эти толчки были настолько малы, что не ощущались населением, но четко фиксируются системой сейсмического мониторинга и доступны для наблюдения любому человеку в реальном времени. Данные толчки – это подземные взрывы, произведенные военными в целях уничтожения подземных бункеров. Под всей территорией США выстроена целая подземная инфраструктура, созветвленная сетью автодорог и железнодорожных путей. Эту сеть дорог, бункеров, бомбов, бежев, гостиниц под землей использовали не только торговые сети гипермаркетов США, но и преступные кланы глубинного правительства, по которым переправлялись наркотики и живой товар. Женщины, девочки, мужчины, мальчики. Живой товар предназначался для разных целей – для изъятия органов, для сексуального рабства, для трудового рабства, для жертвоприношений, зимонистов и также для изъятия крови детей. Доставка людей как живого товара сопряжена с массой неудобств. Если наркотик не требует при транспортировке дополнительных затрат, то при перевозке детей работорговцы сталкиваются с проблемой кормления, сна, оборудования мест для естественных нужд ребенка и взрослого человека. Высоким спросом на черном рынке работорговли пользуются дети и их кровь, изъятая в момент сильнейшего испуга, ужаса или потрясения. Именно в этот момент организм ребенка вырабатывает в крови омолаживающие гормоны, а также адринохром, который действует сильнее наркотика. Мировая элита, а если быть точной глубинное правительство, организовала human trafficking с похищениями, переправкой детей для последующего производства эликсира молодости и торговлю органами, в том числе наладила производство кожаных изделий, сумочек, ботинок, портмоне и так далее. Эликсир молодости или адринохром – это единственное известное вещество в организме ребенка, которое вырабатывается во время жуткого страха и боли. Причем у детей его столько, что ни у одного взрослого так не напугать, чтобы выработать такое количество адринохрома. Кровь ребенка, изъятая у него в момент ужаса, может употребляться в качестве наркотика. Адринохром гораздо сильнее галлюцигена из кактуса. Кровь детей с высочайшей концентрацией адреналина извлекают из шишковидной железы ребенка. Момент страха и ужаса, когда уровень адреналина зашкаливает. Кровь взрослых непригодна, так как с возрастом шишковидная железа не растет и выработка адреналина падает. В результате психологической травмы или боли, которую дети испытывают, влекут за собой высокие приливы адреналина. Адринохром – это голливудский наркотик молодости и долголетия. Цена на черном рынке составляет полтора миллиарда долларов за килограмм. Введите в поисковике шишки хэштеги «педагейт» и «пиццагейт», и вы соберете всю информацию, которая в данной части вас может заинтересовать. В заговоре организации «пиццагейт» относительно сексуального насилия над детьми, торговли людьми, педофилии, сатанизма, панибализма, через ресторант «Комет Пинг-Понг Пицца» в Вашингтоне и округ Колумбия связаны не только голливудские звезды, но и высшие чины государства и их родственники. На сегодня интернет завален информацией о кинозвездах, банкирах, знаменитостях, Клинтоналлойдах и Обамоналлойдах и их связи с этими ужасными делами по всему миру. Спецслужбы США, службы безопасности ФРС составили словарь кодовых слов и терминов, которые употреблялись для заказа живого товара. Хот-дог, мальчик, пицца, девочка, чиз, литл герл, маленькая девочка, паста, маленький мальчик. Дальше я комментировать не буду, сами найдете информацию, посмотрите. Вот ресторан с атрибутикой сатанистов, демонистов, Комет. Ну, мы вернемся с вами к оборудованию самолета Путина. В настоящее время в Штатах, в крупных спортивных и торговых площадках закрытого типа, оборудуются военно-полевые госпитали на тысячи койко-мест. Для кого готовятся такие госпитали? Явно не для заболевших коронавирусной инфекцией. Оборудование для искусственных вентиляций легкие предназначено для военных людей, которые будут поднимать на поверхность из подземных казематов. Не исключено, что во время ведения боевых действий в подземных городах США будут отравления угарным газом или получены химические ожоги легких от взрывов. Например, в бункере, где нет естественной вентиляции и нет возможности проветривания. Бросили коктейль молотого и все. У всех удушье отравление и химический ожог. Это значит, что будут размещать в таких госпиталях пострадавших из подземных США. Как предположение, что где будет, какая военная стычка, в результате которой будут много пострадавших из гражданского населения, военные, в том числе дети, спасенные из рабства. То есть детей будут освобождать и быстро вытаскивать. И доставляют вот такие военно-полевые госпитали, оснащенные специальным медицинским оборудованием для искусственной вентиляции легких. Что может произойти в подземках США? Да все что угодно. Задымление, пожар, взрывы, ранения, ожоги легких и так далее. Путин, зная, что в США проходит такая операция, посылает туда все необходимое для помощи и борьбы с общим врагом человечества. Цель военных действий в подземельях – освободить детей, которые там находятся, которых перевозят, а также уничтожить наркотрафик. В данном случае карта наркотрафика в Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Украина, Москва, Санкт-Петербург. Карта наркотрафик в Северной Америке, Южная Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия. То есть идет в подземках США уничтожение наркотрафика и также уничтожение переволочных баз, преступных кланов и глубинного правительства. Базы взрывали на протяжении последних полугода, о чем свидетельствуют подземные толчки, отраженные на сейсмических картах США. 1 апреля 2020 года Трамп официально обратился к народу. Смотрите его выступление на фоне плавучего госпиталя. И буквально через 14 часов, 2 апреля, Путин обращается к народу страны и делает вот такой жест рукой, пряча ее под стол. После, обращаю ваше внимание, кладет руки друг на друга, словно это решетка. То есть мы знаем, что проходит операция по зачистке глубинного правительства в Америке. Мы знаем, что проходит подземная операция по уничтожению работорговли, педофилии, наркотрафика. И тут Путин выходит и делает вот такой жест рукой, который означает, первое, что это сигнал к действию, так как в России проведена работа с населением, которое сидит по домам на самоизоляции, что фактически снижает риски для жизни населения в случаях террористических актов. И второе, что у него зачесалось не совсем вовремя коленка. Понять можно по-разному. Кто, как говорится, на что учился, тот так и понял. Но в любом случае, все это взаимосвязано. Когда Путин выступает по телевизору, на него на самом деле смотрит весь мир. Народы мира, не понимая русский язык, следят за его движениями и действиями за столом или за трибуной. Его смотрят, а не слушают в этот момент. И тут он убирает руку со стола. И тут он убирает руку. И тут он убирает руку. И тут он убирает руку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...